добрый день дорогие пекари я рада вас приветствовать на моей кухне и сегодня я покажу вам результат моего опыта опыт родился из ваших комментариев я большинство пшеничных хлебов пеку при очень высокой температуре очень часто повторяю ставьте на максимально возможную вас температуру в моей духовке это 275 градусов и первые 15 минут я пеку под колпаком и при температуре 275 градусов потом температуру снижаю снимаю колпак и допекаю ну такая схема у меня сложилось можно и при 300 чтобы еще быстрее у нас раскрылись разрезы и корочка образовалась но от многих поступает вопрос а что же делать если духовка не дает такой температуры если у нее максимум 250 или 230 как быть мириться с плохим качеством хлеба самом деле ни с чем милиции не надо надо просто приспособиться к вашей технике и понять как же она все-таки печет при каких режимах я сегодня провела опыт здесь у меня две буханки хлеба это абсолютно одинаковый хлеб он замешивался вместе потом я поделила на 2 буханки то есть это один и тот же рецепт он одинаково выраживался но я пекла при разных режимах вот этот хлеб я пекла при 230 градусах без колпака но с паром снизу а вот этот хлеб я пекла при тех же 230 градусах но с колпаком и давайте оценим разницу что же у нас получилось сейчас я поближе вам покажу смотрим что получилось еще раз повторю температура одинаковая 230 градусов вот этот хлеб я пекла без колпака но на дно духовки я поставила сковородку с кипятком я обеспечила парообразование в духовке что мы видим разрез у нас не раскрылся расплылся корочка одинаковая вся по своему цвету у нее есть хорошая карамелизация она в такого равномерного коричневого цвета корочка сейчас он уже постоял остыл но она не очень хрустящая на скорее мягкая с изнанки у нас хорошо все тоже пропеклось снизу звук хорошая пропеклось все тоже хорошо но вот немножечко заплыл у нас разрез давайте посмотрим что случилось при выпечке под колпаком температура та же самая 230 но использован чугунный колпак от моей чугунной гусятницы корочка хрустящая и она тонкая хотя я часто говорю что при более низкой температуре корочка будет толще надо было еще при максимальной печи сравнивать толщину корки но на самом деле я думаю что здесь дело не в миллиметраже а дело в том что либо нам нравится хлеб который получается либо не нравится мне он очень нравится очень красивая корочка очень хорошая карамелизация прекрасный тоже звук равномерно он пропекся то есть вы видите да боковинки какие разные здесь во первых он поднялся так интересно и здесь боковинка у нас пропеченная здесь боковинка более бледная и разрез разрез раскрылся поднялся гребень и мы видим что здесь у нас более активная карамелизация цвет такой коричневый здесь более светлая и вообще он более равномерно пропеченный мы еще обязательно разрежем посмотрим их оба на разрезе и какие они внутри но вот здесь я уже даже по звуку корки и по тактильным ощущениям как я нажимаю я понимаю что здесь корка толще очевидно здесь она тоньше есть она тоньше более хрусткая здесь она мне нравится гораздо больше посмотрим еще внутри что у нас с мякишем как корка выглядит на разрезе оценим и будем делать выводы сейчас я разрежу хлеб который выпекался накануне напомню вам еще раз что вот этот хлеб я пекла без колпака вот этот хлеб я пекла с колпаком делая это чтобы ответить вам на вопрос а можно ли печь в духовке если температура ее не превышает 230 градусов конечно печь можно вы видите что хлеб получается еще очень популярный вопрос что делать если нет колпака печь но вы видите разницу да по внешнему виду этот хлеб без колпака это этот хлеб с колпаком чугунным казаном накрытый и конечно мы видим разницу существенную в качестве хлеба сейчас мы посмотрим какой внутри мякиш красивый корочка приятная она чуть чуть жестче чем мне хотелось бы но я бы не сказала что это критично нельзя сказать что корка толстая она чуть-чуть жестковато с вами еще посмотрим ну чуть-чуть она жестковато давайте сравним с этим хлебом ну конечно сразу я думаю вы слышите что хруст совершенно такой качество мякиша качество раскрытия мякиша смотрим да насколько в центральной части поднимался хлеб какие большие поры хотя и расстойка одинаковая по времени и температуры выпечки одинаковая разница только лишь у нас в присутствии колпака и я напомню тот и другой хлеб припекался при 230 градусов сейчас давайте посмотрим внимательно давайте сравним толщину корочки на мой взгляд она одинаковая только там где был колпак корочка более хрустящая она какая-то вот по тактильным ощущениям это более такая плотная и резиноватая а это более нежная и хрустящая даже сложно объяснить хотя вот по толщине корки сверху сейчас я вам покажу ради специально отрезала тонко я думаю что так будет показательный приложим вот здесь и посмотрим все таки мое ощущение что вот здесь корочка чуть-чуть потоньше здесь вот она более такая плотная то есть у нее идет коричневая граница а потом под коричневой границы еще идет такая бежевая прослойка и потом только мякиш а вот здесь вот этого промежуточного слоя его как будто бы и нет по моему разница заметна она очевидна поэтому всем рекомендую использовать колпак в качестве колпака может быть не обязательно чугунная тяжелая посуда это может быть любая металлическая миска это может быть эмалированный таз это может быть большая кастрюля это может быть кастрюля у которой нет пластиковых деталей только обязательно чтобы не было пластиковых деталей чтобы они не горели но вообще по вкусу хлеб одинаковый по рецептуре он одинаковый и конечно только эстетический вид и хруст корочки нас подвигает к тому чтобы использовать колпак если вас не смущает заплывший разрез и чуть-чуть жестковатая корка вы можете спокойно печь с паром без колпака и получать вкусный здоровый полезный хлеб всем доброго здоровья подписывайтесь на мой канал и мы с вами испечем еще много всего интересного